Чувашия приняла эстафету. В записи песни «День Победы на чувашском языке» приняли участие наши популярные исполнители. Увидеть его можно будет в эфире национального телевидения и в интернете после завершения монтажа ближе к 9 мая. 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день, 1906 году, начала свою работу Государственная Дума России. Сегодня в Красноармейском районе состоялась церемония возложения цветов у памятника первому чувашскому парламентарию Якова Абрамова. Торжественное мероприятие прошло на его малой родине, селе Убеево. Абрамов был крестьянином. И в 1906 году Казанское губернское избирательное собрание выдвинуло его в депутаты Государственной Думы страны. Так что Якова Абрамова считают первым чувашским парламентарием. Мы как потомки его никогда не забудем. Он в нашем сердце. Я очень рад, что мы правнуки его. Я поэтому горжусь, что у нас вот такой прадед. Земляком гордятся все жители села Убеево. Для них День парламентаризма в России и годовщина со дня рождения первого чувашского депутата стали общесельскими праздниками. Нынешние депутаты законодательных органов тоже отдали дань памяти своему предшественнику. Я хочу сегодня всех депутатов разного уровня. Депутатов Государственной Думы, депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, депутатов представительного органа местных самоуправлений поздравить с этим праздником. И пожелать, конечно же, законотворческой и благотворной работы во имя процветания нашей Чувашской Республики, нашего Отечества, ну и, конечно же, решения проблем наших граждан. История российского парламентаризма своеобразна и многогранна. Выборные органы в разное время были под идеологическим прессом и, наоборот, вступали в конфронтацию с властью. Советские граждане привыкли к безальтернативным выборам, а жители современной России, наоборот, к яростной предвыборной борьбе со стороны кандидатов. При этом нынешний парламент все-таки стал той самой площадкой, на которой представители разных политических сил научились договариваться во имя общей цели. Депутат принимает законы, это очень важно, и это наша большая ответственность. Но депутаты еще представляют своих избирателей, я в частности, избирателей из Чувашской Республики. Мы хотим поднять уровень благосостояния жителей Республики и сделать нашу Чувашу одной из самых передовых в Российской Федерации. Сделаем так, чтобы каждый населенный пункт, каждый житель почувствовал работу депутата, в том числе Государственной Думы. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.